Привет! Сегодняшнее видео напрямую касается моего, твоего и вообще здоровья любого человека. Последнее время я следил у себя, что я начал очень плохо спать по ночам. Сны стали не такие глубокие, не такие сладкие, как говорят. Сон стал более прерывистый и за ночь я не успеваю восстанавливаться и на утро я какой-то такой разбитый. Первое время я связал это с тем, что может быть сбились внутренние ритмы или что-то еще такое. Ну когда задаешься вопросом, почему стал спать плохо, рано или поздно приходит ответ. И ответ приходит неожиданным образом. В моем случае ответ пришел совершенно случайно. Я смотрел видео на YouTube, потом полез в комментарии, потом мне понравился один комментарий. И я зашел на страницу к этому человеку, там увидел еще одно видео. С этого видео зашел на страницу ВКонтакте. И вот на странице ВКонтакте я увидел такой вопрос, что друзья, а вы в последнее время спите хорошо или нет? И ну прикиньте, как так может быть, что такими вот обходными непонятными путями я прихожу к такому же вопросу на странице ВКонтакте. А страница достаточно раскрученная, много людей там. И соответственно много комментариев под этим вопросом. И среди комментариев я увидел такой вопрос, очень интересный, который меня прямо аж углубил в эту тему. Я увидел то, что люди связывают потерю крепкого сна с тем, что ставят непонятные вышки, что идет непонятное излучение. И собственно говоря, я задумался, я прошелся по городу, посмотрел, увидел кучу новых вышек непонятных. Я не профессионал, честно говоря, скажу, я не могу идентифицировать, что это за вышки, для чего они надо. Но рассуждая логически, я понимаю, что если это вышки связи, то сотовые телефоны прекрасно работали и до вот этих новых вышек. Если эти вышки Wi-Fi, то Wi-Fi работал и годы нормально перед тем, как стали эти вышки появляться. Но когда появляется вопрос, всегда появляются и ответы, и решения на него. Собственно говоря, у меня в руках вот такой самодельный индикатор. Сделал его один очень талантливый человек, пожалуй, самый талантливый изобретатель, которого я знаю лично. Но сейчас не об этом. Сейчас мы пройдем по моему дому и посмотрим, где идет какое излучение. А в конце ролика я расскажу, как себя можно обезопасить от всяких вот таких невидимых человеческому глазу угроз. Что ж, давайте пройдем по дому и посмотрим, где у нас есть излучение и насколько оно сильное. Поехали! Значит, друзья, а как определить, есть ли здесь излучение, есть ли здесь какие-то волны? Вот здесь светодиод, он горит зеленым цветом. Если он загорается, значит есть какое-то излучение. Если он прям конкретно загорается, а не моргает, значит здесь большой источник излучения. Итак, давайте походим по квартире и я покажу, есть ли он. Подходим к компьютеру. Вот видите, он иногда загорается. О, видите? Нету. Оп, есть. Буквально от, видите, 10 сантиметров от монитора, он загорается. О, смотрите, как ярко. Видите? Только к компьютеру подошел, сразу излучение. Но что самое интересное, компьютер выключен и находится лишь в дежурном режиме. И видите, как загорается лампочка. Не думайте, что когда компьютер выключен, он не излучает. Идем дальше. Так, молчит. О, все, споймали. Споймали излучение. Нету, нету. Оп. Появляется. И смотрите, насколько сильно моргает излучение. Видите, да? Это включен Wi-Fi. Вот раздатчик Wi-Fi. И видите, он прям аж ярко-ярко-ярко горит. Прям аж взахлеб. Вот, пожалуйста, источник волн. Вот здесь, в квартире что-то словил. Посмотрим место, где я сплю. Пройдем над кроватью. Посмотрим, словит ли что-нибудь. Посмотрим возле кровати. Вот компьютер стоит. Видите, компьютер выключен, но он излучает. Да, окажется, что выключена техника никак не влияет. Пожалуйста. Наглядно видим. Вот, и даже не вплотную. А лампочка горит, ого-го как. Ну, и давайте посмотрим простой эксперимент с телефоном сотовым. Ну, что ж, давайте посмотрим. Значит, рядом лежит телефон и этот измеритель. Я попробую включить Wi-Fi в телефоне и посмотрим. Смотрите, видите, только включил Wi-Fi и сразу пошел. Вот Wi-Fi включен. И сразу пошло, видите, как начало моргать излучение. Вот так вот. А волны эти не видны. Но, поскольку есть проблема, соответственно, всегда есть и выход из этой проблемы. Мне на ум пришла очень интересная идея. Как можно сделать так, чтобы эти волны на нас не действовали, на наш организм. И я хотел бы провести эксперимент. И мне сейчас нужна ваша обратная связь. Как вы считаете, стоит делать такой эксперимент? Не стоит делать. Интересно вам, не интересно? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я хочу видеть вашу реакцию. И буду знать, делать оборудование для этого эксперимента или же нет. Суть эксперимента заключается в том, что любые волны не могут проникнуть в изолированное пространство. Грубо говоря, если мы берем ящик какой-то и его полностью покрываем металлической сеткой тонкого сечения. Сетка тонкого сечения полностью изолирует это помещение. И если мы туда кладем, допустим, сотовый телефон в этот ящик, то никакое излучение не проникает к нашему телефону. И, соответственно, телефон ни сети не ловит, ничего. Но этот эксперимент довольно простой. Мне хочется провести эксперимент на себе. То есть, я хочу сделать кровать в изолированном коробе. И, поскольку мы спим достаточно много часов в сутки, то, соответственно, когда мы спим, чтобы не было этого излучения. И, соответственно, понять, как влияют или не влияют вот эти невидимые волны на наш организм. И улучшится ли сам сон. Я бы хотел сделать вот такой вот короб. Он достаточно затратный по материалам, по деньгам. И мне перед этим хотелось бы услышать ваше мнение в комментариях или лайками. Дайте как-то знать, что интересно вам будет такой эксперимент видеть. Или это вам не интересно для здоровья. А я уже дальше буду видеть ваш отклик. И, соответственно, приму решение снимать или не снимать данный эксперимент. Что ж, друзья, будьте здоровы, будьте счастливы. Увидимся. С вами был Валерий Рыбаков. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok